В эфире программа модернизации Казахстана, созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! В апреле 2016 года был принят патриотический акт Менгелек-Ель. Документ направлен на укрепление народного единства и определены ключевые направления дальнейшей деятельности по укреплению единства народа республики, его толерантности и доверия. Выступая на торжественном собрании еще три года назад, президент отметил, что патриотический акт должен быть символом стабильности и выражать веру в будущее. Волею народа был избран наш уникальный путь равноправия, единства, согласия всех этносов, живущих под одним шамрахом. Мы единодушно утвердили общенародный документ дружбы, единства, согласия всех казахстанцев. Буква и дух патриотического акта воплощены в великие ценности, которые созданы трудом и мудростью воли всего нашего народа. Как единодушно заметили казахстанцы, сплотившись вокруг Ельбаса, мы прошли большой путь. Но еще больше нам предстоит пройти. И нации единого будущего – это не просто слова. В основе простые, понятные и самые ценные для каждого из нас истины. Благополучие наших семей, гостеприимство, трудолюбие, стабильность и безопасность, единство, а также уверенность в завтрашнем дне. А вот единство гражданских и духовных ценностей позволило нам найти свой собственный путь. Гордо заявить о себе всему миру. К тому же все большие и крупные достижения республики – это результат кропотливого ежедневного труда каждого из нас. А потому сплочение и единение – это то, что должно нас укреплять и поддерживать. В день 20-летия независимости Казахстана президент открыл триумфальную арку в Устане. Символ современного Казахстана и триумфа казахстанского народа, реализовавшего многовековую мечту о независимости и суверенитете своей республики. Сегодня арка символизирует успех за 25 лет независимости и становления. За эти годы мы добились больших успехов, и сегодня Казахстан удивляет своими достижениями, как в социальной, так и в экономической сфере. Нас высоко ценят, как надежного союзника заинтересованно наблюдает за нашим развитием. Главная задача нашего общества – это воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким уровнем развития, национального самосознания, духа и духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти. Президент неоднократно выделял, что патриотизм необходимо развивать, особенно у молодежи. И сегодня наши гости в студии – прямое тому доказательство. Это военнослужащие и офицеры военной части 55-17. Для них патриотизм – это не просто красивые слова, а это то, чем они живут, и то, что составляет суть их жизни. Расскажите, Александр, давно ли вы изучаете государственный язык, и как вы им овладели? Да, давно. Изучаю его с трех лет, знаю его с трех лет. Изучать казахский язык мне не трудно. Было первое время трудно. Но сейчас не трудно. Как бы мои друзья тоже казахи. Русские тоже есть. Но они тоже овладели казахским языком. С ними проще общаться. И на русском, и на казахском. Вот казахи тоже, они русский язык тоже знают. Мы то на русском, то на казахском. Овладеваем языком. Расскажите о месте, в котором вы жили, и где вы сейчас живете. Жил я в селе Карабуте. Это в Озии, в Восточно-Казахстанскую область, в Озии Китая. Потом шесть лет переехали в село Маканчи. Это тоже в Восточно-Казахстанскую область, Ужарский район. Там я пошел в нулевой класс. И потом с нулевого класса я начал изучать казахский язык. Но мне довольно несложно было изучать казахский язык. Потому что как я с трех лет изучал его. Знал его. Вот поэтому в седьмом классе я пошел в первую Олимпиаду. В Олимпиаде взял второе место. Это в городе Семск, Семипалатинск. После этого в восьмом классе я поехал в Кокситал. Там взял второе место тоже. Потом после этого меня как-то не тянуло на Олимпиаду. Мне просто хотелось с друзьями разговаривать на казахском языке. То есть это были Олимпиады на знание казахского, да? Да, да. Ну то, что вы жили вот в поселке, да, в ауле. Оно, наверное, легче было изучать казахский, когда все вокруг говорят по-казахски. Да, конечно, легче. Конечно, были некоторые сложности, вот когда русский человек плохо знает казахский. И вот с ним разговариваешь по-казахски, а он не понимает. Вот у меня были друзья, два друга. Я их как бы с ними разговаривал по-казахски, они понимали по-казахски. Но сейчас они уже более-менее разговаривают по-казахски. Научились разговаривать по-казахски. Вы им, наверное, тоже помогали, да? Да, помогали. Ну, они в школе тоже изучали. Ну, им как бы не тянули, не тянул казахский язык. Им более русский язык тянул. Но потом они начали казахский язык, по казахскому языку говорить. Вот сейчас вы служите в Уральске, да, в другом городе, в другом регионе. Да. Вам вообще по службе вот с вашими вот сверстниками помогает знание языка все-таки? Находить общий язык, вот, общаться с ними, со службами? Да, конечно. У нас, вот, допустим, первого стрелкового рода, у нас многие казахи, многие. Более, где-то, 70% казахов. С ними легче разговаривать. Вот я сейчас не жалею то, что учил казахский язык. Если я сейчас не знал бы казахского языка, то я их не понимал бы. Вот сейчас мои вот однослуживцы, они русские, они кто понимает, кто не понимает по-казахски. Вот сейчас тоже они начинают уже догонять казахский язык, уже начинают понимать и разговаривать по-казахски. Уже осознают, да, что это необходимо? Да. А вы им помогаете? Да, конечно, помогают, когда это им нужно. Когда они что-то не понимают. Вот, например, казах, он говорит что-то, вот, Магам Алкель, например. Он не понимает. Ну, я ему довожу то, что принеси мне. Он это в голову вкладывает, то, что Магам Алкель, это принеси мне. Вот в следующий раз он скажет Алкель Магам, он пойдет, принесет. То есть уже понимает. Да, уже понимает. Вот после службы, где вы планируете учиться, либо работать, и как вы считаете, насколько вам нужен будет все-таки язык, знание его? Ну, я вот в дальнейшем хочу поступить в военное училище, чтобы дальше как бы стать офицером. Правда, 4 года это немалый срок, но ничего, можно перетерпеть. Зато потом лейтенантом стать. Казахский язык мне ни в чем не помешает. Казахский язык, он мне поможет во всем. Там будут казахский язык, русский язык. Ну, казахский язык я больше владею, чем русский. Я вот сейчас, сейчас даже иногда русский язык забываю. Потому что большинство у нас в роте казах. Я с ними по-казахски постоянно разговариваю. А с русскими я редко разговариваю по-русски. А вот у вас в семье говорят по-казахски? Да, и мать, и отец. Сестра даже в Олимпиаде участвовала. Восстание второе место взяла. 11 класс кончила. Потом хотела поступить на медицину. Она балла не хватила. Но казахский язык она взяла. Она сейчас переводчиком работает. С казахского на русский, да? А между собой, вот в семье общаетесь, да, на казахском? Да. Когда, когда как. Когда вот говоришь по-русски, потом резко переходит на казахский, и все, дальше уже по-казахски разговариваю. Уже по привычке? Да, уже по привычке. А что ты пожелаешь вот своим сверстникам, молодежи, чтобы они знали язык, вот изучали его? Да, пожелаю своим сверстникам, чтобы знали казахский язык, учили казахский язык. Он во всем пригодится. Ни в чем не откажет. Казахский язык, национальный язык. Как бы жить в Казахстане и не знать казахского языка, это уже не казахстанец. А как вы считаете, все-таки, Александр, вот все-таки молодежь сейчас, которая есть, вот они, как наш президент сказал, нужно владеть тремя языками, да, казахский, английский, русский в том числе, как язык междунационального общения. Английский язык, он тоже нужен? Или он только для общения с международными вот партнерами, сверстниками? Ну, общение с международными, конечно. Просто, видите, вот в Казахстане многие разговаривают по-казахски. По-английски редко кто разговаривает, только переводчики, учителя английского языка. А так все по-казахски практически разговаривают. Я хотел стать, как бы мечтал стать учителем казахского языка. Ну, потом у меня учительница казахского языка говорит, ты не сможешь стать. Я спросил, почему? Она говорит, у тебя язык не слишком схвачен для казахского языка, чтобы там доводить тему, там рассказывать, пересказывать. Несовершенен, да? Да, да, да. У меня язык не слишком владеет казахским языком. Я знаю по-казахски, но слишком язык не подвешен, как говорится. Научный, литературный, то есть, да? Но ведь можно его выучить по ходу и затем воплотить свои мечты. Да, конечно, можно. Поступлю в военный институт, там как раз овладею дальше казахским языком. Там казахский язык все равно будет преподавать, я думаю. Конечно, в военном деле тоже нужны и переводчики, и специалисты тоже. Да, конечно. Долг офицера – это не только защита Родины, но и воспитание молодого поколения. А такие, как Александр – живой тому пример. Образец мужества, патриотизма и любви к Родине. Даниэль Роман Гильдевич, вот таких, как Александр, в вашей части, в целом в армии их много? Да, конечно, таких, как Александр, в нашем подразделении, в нашей части очень много. Потому что у нас более 70% коренной населенности, то есть казахи, они владеют идеально казахским языком. И остальные 30% они стараются также овладевать, я вижу старания в глазах военнослужащих, то, что они действительно хотят знать наш государственный язык, хотят как-то быть в коллективе, чтобы понимать суть разговора, не отставать от своих свестников, а от своих сослуживцев. И поэтому видно искреннее старание данных военнослужащих, что они хотят знать государственный язык и стремятся к этому. Вот вы проводите большую воспитательную работу в этом направлении. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия у вас уже были касательно госязыка, конкурсы, может быть? Да, касательно государственного языка, у нас ежегодно на базе регионального командования БАТЫС, а также национальной гвардии, в общем, проводятся олимпиады по государственному языку, где военнослужащие с каждой воинской части, с каждого города представители приходят и показывают свои знания именно казахского языка. Это касается именно людей, выступают те, которые не являются коренной населенностью. То есть такие, как Александр, они действительно, которые знают, владеют государственным языком, стремятся к этому. И на базе нашей воинской части проводится олимпиада по государственному языку среди регионального командования БАТЫС. В дальнейшем победитель, он едет в город Астану и оставивает честь нашего командования. Ну, насколько я помню, у вас принимали участие с разных городов Ахтау, Атрау, где воинские части, и уральцы часто побеждали, да? То есть уральское подразделение. Да, да, да. Допустим, взять в прошлый год, позапрошлый год, наши военнослужащие воинской части, 55-17, занимали первые призовые места. И именно представляли вот западную казахстанскую область, выдвигались в город Астану и представляли нашу воинскую часть. Там тоже занимали призовые места. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что действительно государственный язык, наше командование воинской части, команда регионального командования БАТЫС, пытаются, как можно сказать, пропагандировать государственный язык, для того, чтобы каждый военнослужащий мог знать, владеть и понимать государственный язык. — Говоря о патриотизме, конечно, нельзя не затронуть владение языком, да? Служба Родине. Много патриотов, как всем известно, именно находятся в рядах армии, да? Служат своей Родине. Ну, чтобы быть патриотом, да, настоящим военнослужащим, нужно, конечно, сперва отучиться, да? Вот у вас сейчас идет набор, насколько я знаю. Да, действительно, у нас сейчас ведется набор, военный институт города Петропавловск, который был открыт в 97-м году, там выпускают кадровых офицеров. Там на базе военного института обучаются 4 года, там полностью их обеспечивают жильем, вещевым имуществом, также питанием, и также им оплачиваются стипендии. Сейчас даже можно элементарно пример привести. Здесь вчера идем с товарищами по городу, и один школьник подходит к нам, спрашивает, как можно будет поступить в военный институт. Я ему сказал, что можно приходить к нам в военскую часть, и там полностью тебе весь дадут перечень документов, которые ты должен собрать, поступить в военный институт. Он действительно, вот у этого школьника, я увидел искру в глазах, когда он увидел, вот, говорит, вы офицеры? Я говорю, да, офицеры. Он говорит, как можно поступить? Мне даже было приятно рассказывать и видеть то, что человеку не безразлично, он действительно хочет быть, отдать жизнь своей родине, служить дальше в армии. А вот если коротко, например, перечислить, что нужно для поступления? Какие документы? Да, коротко для поступления в военный институт нужно изначально, это сдача ЕНТ, набрать более 50 баллов. Потом нужна физическая подготовка. Большое внимание уделяет именно физической подготовке. Сдает медкомиссию. Медкомиссию проходит, если набрал нужный балл по ЕНТ, он уже его направляет в город Петропавловск, где он сдает физическую подготовку и психологические тесты для прохождения в военной среде, в военном институте. Больше никаких документов не надо, главное, чтобы было желание, стремление. Если есть желание, то у данного человека все получится, никаких преград он не увидит. А служить обязательно для этого? Пройти службу, чтобы поступить? Чтобы поступить, нет, не обязательно. Допустим, у нас ведется набор с нашей воинской части, военнослужащие, которые служат в срочную службу, которые изъявили желание поступить в военный институт. Мы им всячески помогаем. Есть у нас библиотека обширная, где они изучают физику, необходимый предмет, математику, вот эти направления. И также могут поступить, что после колледжа, что после школы. Главное, самое главное, чтобы набрать ЕНТ и изъявить желание свое. Вот вы заместитель командира роты по воспитательной и социально-правовой части, да? Какую воспитательную работу касательно патриотизма среди военнослужащих вы проводите? Ежедневно мы перед заступлением на боевую службу. Также ежедневно проводим воспитательную работу с личным составом, направляя его на выполнение поставленной перед ним боевой задачи. Развиваем в них патриотизм. Часто приводим примеры наших военнослужащих, национальных гладий, которые совершили подвиги. Это такие, как Ербова Тарбаев, подпоконник Умбетов, который закрыл, не пожалел своей жизни, на секунду не задумался, закрыл своего подчиненного своим телом. Таких военнослужащих, которые совершили подвиги, у нас много. И именно, можно сказать, на подвиги наших военнослужащих можно воспитать в военнослужащих срочной службой этот самый патриотизм, зажечь в нем искру. Для того, чтобы он действительно с рвением, старанием отнесся к службе, стоящей перед ним. Вот вы говорили про парня, который к вам подходил, хотел тоже служить. А как вы вообще работаете с молодежью до призывного возраста? До призывного возраста мы раз в квартал нас направляют в школы, в колледж. Мы проводим пропаганду поступлений в военнослужащих. Мы проводим также работу для того, чтобы школьники, ученики, они не боялись служить в армии. Так как мой отец говорил, что мужчина не тот, который вырос, возраст у него, а мужчина тот, кто действительно ослужил в армии. Да, мы продвигаем это, мы стараемся, чтобы школьники и студенты не боялись службы в армии. Бояться нечего. Вот стоял перед нами Александр, на него посмотришь, он приехал к нам молодой такой, глаза бегали у него. А сейчас можно посмотреть, возмужал, окрепчал и как-то в себе уверенность приобрел. Ну, такие, как Александр, конечно же, это лучшие примеры. Это лучшие примеры. На них можно равняться. Таких можно равняться. У нас все такие части. Мне даже, я горд тем, что я действительно прохожу службу и посвятил свою жизнь службе Родине. Ну, ваш вклад личный тоже в это есть. Вот расскажите о том, как вы сами поступили в армию. Почему вы пошли именно по военной стезе, по этой части? По военной стезе я пошел, можно сказать, у меня был старший брат. Он поступил в Кадетский корпус, город Щучинск. Туда поступил я, был еще в четвертом классе. И в пятом классе, когда я был, он пришел в военной форме, красивый такой, опрятный. И я еще два моих лучших друга, мы посмотрели и решили, что тоже будем военным. И сейчас я вот, допустим, служу национальной гвардии. Один мой друг, который тоже это видел, брата моего, служит в Главном разведуправлении в городе Караганда. Один друг сейчас служит в Паграни, в Алмате. Вот мы, да, нас раскидало, но мы действительно, как сбылась мечта, можно сказать. Мы решили стать военными и стали ими. Вот так я пошел. Закончил один класс, сдал ЕНТ, пошел, сдал документы, сдал физическую нормативу и все, поступил. И закончил, не жалею. Есть работа, есть семья, все устраивает. Но все-таки, если посмотреть немного назад, вы выбрали тот же самый путь в жизни? Если вернуться назад, я бы даже не задумываясь, выбрал бы этот путь. Потому что у меня сейчас именно в военной среде, у меня сейчас в любом городе есть знакомые, есть друзья, есть близкие. Даже со мной учились с Таджикистана, с Кижистана товарищи, которые звонят, спрашивают, как дела, приглашают в гости. Это приятно, когда много товарищей, есть с кем поделиться, в любой город приехать, есть знакомые. Я бы не задумывался. Нельзя не спросить у вас, вот как у военного офицера, что для вас значит все-таки вот это слово патриотизм. Какое значение и смысл вы в него вкладываете? О патриотизме можно говорить много красивых слов, можно его по-разному излиять. Каждый человек по-разному его понимает. Ну, в моем понимании патриотизм это человек, который не задумываясь ни о чем, в любую минуту готов пожертвовать самым главным жизнью, для того, чтобы действительно в его родине все было хорошо, синий небо над головой. Сейчас вот, да, допустим, как говорит Болжан Мамушу, патриотом быть обязан. Каждый человек, каждый гражданин. А то этого смысла не понимает, что не нужно служить в армии, не нужно идти туда. Я так думаю, человек не влезет патриотом. Должен получить первые навыки элементарные. Чтобы быть настоящим гражданином, мужчиной. Да, гражданином, мужчиной. Допустим, если будут какие, конечно, не буду желать плохого, если какие-нибудь военные действия будут. Человек, который не служил в армии, не получил первый опыт свой. Как держать оружие, как стрелять с него. Как он будет в дальнейшем защищать свою родину. Ну, как вы считаете, вот принятый, вот, например, президентом, правительством патриотический акт Мэн Галик-Ель, да? Он относится напрямую к военным, вот все-таки, к патриотизму, к любви к родине, о которой говорил президент? Да, конечно. То, что большой вклад, мне кажется, в каждого гражданина Республики Казахстан внес именно наш президент. Какую-то долю патриотизма. Он вносит долю патриотизма в каждого гражданина Республики Казахстан. А уже зависит от гражданина, как он дальше будет развивать эту долю патриотизма. Зависит от него. И именно президент, он сделал все, чтобы внести какую-то долю в каждого человека патриотизм, любовь к родине. Президент нашей Республики Казахстан является человеком, который действительно, можно сказать... Пример, да? Пример, настоящий патриот, с которого я беру пример. Я горжусь, что именно он в данный момент возглавляет в нашем государстве. С вами была программа модернизации Казахстана, созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова